Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На остров любви с поляны отправили Мэри Кулешову. Она уже фотографируется в объятиях любимого мужчины Саймона Морданшина. Сейшельские выпуски теперь будет вести Ольга Орлова. Она сменила Либерш к Падону. Свободные девушки Лиза Триандафелиди и Катя Кузнецова приглашают на проект парней. В гости на поляна приехала мама Юлии Ефременковой. Юля хотела провести с ней время по-семейному без камер в квартире, но Влад Кадонин настоял на том, чтобы Оливтина Андреевна пожила на проекте пару дней. Две участницы, Полина Лобанова и Татьяна Графова, которые, к слову, очень похожи, стали хорошими подругами на проекте. Девушки-одиночки, но мечтают найти на проекте свою любовь. Родители Алисы Литинской против ее отношений с Виталием Малышевым. Они говорят, что Малышев не серьезный, на него нельзя положиться. Виталий готов меняться, он хочет превратиться из шута в мужчину и доказать родителям Алисы свою серьезность. Мэри Кулешова задумалась об увеличении груди. Для нее это в новинку, ранее она никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. «Как вы думаете, стоит ли мне увеличить грудь?» – спрашивает она у подписчиков. «В сиськах ли счастье?» В сети появились кадры из недавнего эфира, на которых Ольга Рапунцель засветила оголенный живот. Она заткнула всех, кто не верил в ее беременность. Правда, возможно, что она слегка преувеличивает срок беременности или специально носит одежду, которая подчеркивает ее огрублившийся живот и делает его таким огромным. Саша Черно, которая и так вызывает у зрителей негативные чувства, упала в их глазах еще ниже. В недавнем эфире она продемонстрировала всем свою отрыжку. Она сделала это специально на камеру, несмотря на то, что Иосифу Аганесяну очень не понравилось ее поведение. Недоброжелателям Ольги Бузовой удалось найти фотографию полуголой девушки из сауны. И хотя этому снимку как минимум 2-3 года, он собрал очень много негативных комментариев. По сети прокатилась волна недовольства Ольгой Бузовой из-за ее выходки во время последнего концерта. Во время ее выступления на сцене были разложены полотенца, которыми Ольга вытирала пот. Затем она кидала их в зал, как главный трофей для своих поклонников. Глеб Жемчугов похвастался покупкой. Это автомобиль, стоимость которого полтора миллиона рублей. Права он получил недавно, но его стаж вождения уже около 10 лет. Недавно Илья Яббаров заявил, что ребенок Ольги Рапунцель может быть от него. Многие ему не поверили, поэтому Яббаров опубликовал аудиозапись их волшебства с Ольгой. Правда, оказалось, что интим, на который ссылается Ябаров, случился еще в 2015-м, когда пара была в отношениях. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.